Более 100 тысяч молдавских семей в середине зимы остались без дров, которые они должны были получить от агентства Молдсилва. Древесину предоставили лишь чуть более 40% заявителей, признаются в учреждении. Сельские жители вынуждены выкручиваться как могут. Ответственные лица говорят, что не справляются, так как число заявок рекордное, а из-за теплой погоды подъездные дороги в лес развезло. В Камуне и Ванча района Архей с августа подали заявки на покупку дров в лесхозе примерно 800 семей. По данным мэрии, запрашиваемые получили лишь 150 домохозяйств. Василида Гончарова живет вместе с сыновьями и двумя невестками. Женщина говорит, что написала заявление еще в начале осени, но ответа не получила. Чтобы пережить зиму, семье пришлось вырубить яблони в собственном саду. Сотни семей в Камуне находятся в таком же положении. Покупаем пилеты, имеем кое-какие запасы с прошлых лет, немного угля и так выходим из ситуации. Я в списке 162-й. Примерно 160 уже получили. Должны были дать до Нового года, но уже второй месяц никому ничего не дают. Я в списке под номером 819. Ждем. Видимо, государство не разрешает рубить деревья, потому что раньше никогда такого не было. Я живу здесь 35 лет и никогда не приходилось оставаться без дров. Как вы справляетесь? Есть небольшие запасы. Мы экономим. По словам мэра Камуна Иванча, ситуация критическая. Очень много людей приходят, плачут, что у них не осталось дров. Мы стараемся найти выход. Звоним, говорим, дайте этим людям, потому что у них действительно ничего нет. Очередь большая. Люди это знают. Списки опубликованы в интернете. Просим людей уступить тем, у кого ничего не осталось, и они соглашаются. Можно было так организовать, чтобы мэрия вообще не участвовала. В свою очередь, в лесном хозяйстве района Архей говорят, что с августа было получено 8600 заявок. Из них удовлетворены чуть более 6600. Дело застопорилось из-за погоды, говорят ответственные лица. В лесу грязь, как и везде. Надеемся, что подморозит или высохнет, и тогда будет легче добраться. В будущем надеемся завести на склад возле асфальтированной дороги примерно 30% древесины, и тогда будет проще и легче. Однако есть и другие причины. Из мэрии приходят списки, но не все. По спискам являются. Если в списке 50 человек, в лесное хозяйство приходят в назначенный день только 25-30-35. Это создает проблемы? Да, потому что в другой день мы используем списки из другой мэрии. И те 25-30 человек мы должны включить в другой день. Получается путаница. В целом, по стране с августа до конца декабря мэрии получили более 205 тысяч заявок на приобретение дров, сообщает Молдсилва. Однако получили желаемое только 88 тысяч домохозяйств общим объемом 267 тысяч складометров. Есть календарь проведения лесных работ. Они проводятся не тогда, когда мы этого хотим. Есть определенный период, когда можно собирать древесину. Во второй половине прошлого года было намного больше заявок, чем мы обычно получали каждый год. Молдсилва подготовила тот же объем древесины, как прошлые годы. Нам всегда удавалось обеспечить население, но в этом году заявок намного больше на фоне энергетического кризиса. По данным Молдсилва, в настоящее время на складах хранятся 83 тысячи складометров древесины. Этого объема хватит на обеспечение потребностей 27 тысяч семей. Но остальное можно будет вырубить только, когда работники агентства смогут заехать в лес. Власти надеются, что ситуация улучшится. И когда в страну поступят 130 тысяч складометров древесины, закупленной в Румынии по льготной цене. В Молдсилва говорят, что соответствующий контракт может быть подписан уже к концу января. Продолжение следует...